Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем с вами наши занятия по книге Седору Лам в переводе и комментарии доктора Хайма Гугенхаймера. Сегодня мы продолжаем заниматься библейской хронологией жизни Якова Вину. Одним из эпиграфов к его жизни может быть фраза двух выдающихся артистов Маргариты Тереховой и Михаила Боярского. «Любовь! Зачем ты мучаешь меня?» Из-за того, что любовь родителей к своим детям и его семье была не одинакового, конфликт между братьями и Якова Вину был вынужден убежать из дома. Из-за того, что он любил одну жену больше другой, у него был конфликт внутри его семьи со всеми вытекающими между его женами. Из-за того, что он любил своего сына Йосефа больше остальных детей, был конфликт между его детьми. «Любовь! Зачем ты мучаешь меня?» Мы продолжаем с вами сегодня тринадцатая лекция по Седору Ламу. Без всякой дальнейшего промедления мы с вами продолжаем читать книгу Седору Лам, которая говорит нам буквально следующее. «Яцами Арам на Араем. Якова Вину вышел из Арам на Араем, из Сирии, у Балы Суккот, и пришел в место в Израиле, называемое Суккот, после встречи, естественно, с своим братом Эсавом. А Сашам, шмонай с Рахадашим, он там пробыл восемнадцать месяцев». Как написано, Яков двинулся в Суккот, и так далее. Прочитаем эту строчку, разберемся. «Вышел из Суккот и пришел в Бейт-Эль, и пробыл там шесть месяцев, принося жертвоприношение Всевышнему. Макрид ламмаком». Как-нибудь разберемся, почему Всевышний называется Аммаком. «Ятцами Шамадаладлу Беньямин, мета Рахель». Он вышел оттуда, и у него родился в дороге Беньямин, и умерла Рахель. «Во-боперек мета Ривка». В это же время умерла Ривка, мать Якова Вину. «Во двора, и кормилица ее двора». «Немцы от Рахель мета бат ламмин вавшана». Из этого мы видим, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет. «Валия луамра Альмэмдалыча на Леане пережила срок 44 лет». «Немцу Рахель Валия, получается, Рахель Валия насу бнот ховбэ ховбэд». «Получается, что Рахель Валия вышли замуж, когда им было обоим по 22 года, аюту умод, потому что они были двойняшками». «Бало, это Лицхак Авиев, арцак наан, в шемеш ховбэд шана, в Йосеф шемеш, тет шаним». Значит, Яков Вину пришел к своему папе и жил с ним вместе 22 года. Йосеф жил и прислуживал своему дедушке Лицхаку 9 лет. «Элла-толадот Яков». И вот, что произошло с Яковом. «Юосефу было 17 лет. В это время умерла, где-то в это время умерла Леа». Точка. Вот это вот то, что мы должны будем сегодня разобрать. Давайте начнем с первого. Первое, что говорит здесь там, что Яков Вину вышел из Сухот, точнее, вышел из Арам-на-Араим и пришел в город Сухот. И там был 18 месяцев. Откуда мы знаем, что он там был 18 месяцев и потом 6 месяцев в городе Бейткель? Откуда появляются вот эти вот месяца с такой точностью? Тори, ни то, ни другое, естественно, не записано. Появляется это вот откуда. Дело в том, что проводится параллель, как это называется по-еврейски, потому что мы точно знаем, что и это строчки и споры это открытые и наглядно подтверждают, что Яков Авида, точнее, Иосиф, когда был продан в Египет, ему было 17 лет. Когда он встретился со своим папой, ему было 39 лет. Из этого наглядно видно, что 22 года прошло. То, что Яков Авида страдал и не видел своего сына Иосифа в течение 22 лет еврейская традиция рассматривает как Меда Кнегит Меда, за то, что он отсутствовал и не был рядом со своим отцом 22 года. То есть 22 года Яков Авида должен отсутствовать дома. Однако он отсутствует в доме Лавана, мы знаем, он был только 20 лет. Получается, остальные два года он идет к своему папе. Если мы посмотрим на эти два года, 24 месяца, они делятся в данном случае на период 18 месяцев в одной стоянке, суббот и 6 месяцев в бейт-эль. Так объясняет эта еврейская традиция. И чтобы не остаться голословным, давайте глянем сразу в Халмуд, Масехет Магила, которая говорит буквально следующее. откуда мы знаем, что Яков Авину не был наказан за 14 лет Ешивы Детания, как мы учили. Йосеф, который 22 года отсутствовал перед своим папой, это такой же период, как Яков Авину, который отсутствовал перед своим папой, у своего папы. Получается, что за эти 22 года Яков был наказан тем, что его собственный сын пропал на 22 года. Однако за 14 лет, которым провел в Ешиве, они ему не засчитались как грех. Отсюда видно, что изучение Тора это тоже уважение родителей. И говорит Гемарам, Асахет Магила, 17 страница, первый лист, Амудалев, говорится, соф, соф, Гемарам говорит, ну в конце-то концов, в Лаване он был 20 лет. Гемарар говорит, он задержался по дороге еще на 2 года. Как мы учили, и это Таня, она из нашего Седро-Лам, это все. Он вышел из Арам-на-Рай и пришел в Суккот, и там был 18 месяцев, как написано в строчке Торе. Торе, обратите внимание, здесь надо будет внимательно смотреть на строчки. Яков начал двигаться в сторону Суккота, Суккот это город такой, и построил там себе дом, а для своего скота сделал Суккот, шатры, беседку. Шалаши. Алкен, Карашем, поэтому называется это место Суккот. Тут очень важно, Раши нам поясняет в своем комментарии на Масахат Магила, Раши довольно четко это объясняет, в чем тут дело. Вы видите, слово Суккот, оно во множественном числе, Яков Абин устроил шатры. Опять, идем по правилу Седро-Лама. Если у нас упомянуто множественное число, оно не сказано сколько. Если упомянуто множественное число и не сказано сколько, это значит минимум множественное, два. То есть, Яков Абин устроил шатры, не шатры, а шалаши для своего скота два раза. Когда строят скот для шалаша? В летний период, когда жарко и можно держать скот наружу. то есть, летний сезон, то есть, Яков Абин у в теплые полгода, шесть месяцев, строил Суккот, потом наступила прохлада, он завел все свои стада, скот свой в дом, в более теплые условия. Еще следующие шесть месяцев прохладных и после этого опять шесть месяцев теплых. Вот это вот лето, это зима у нас, это лето. Вот они восемнадцать месяцев откуда получаются из-за двойного слова Суккот. Он строил шалаши два раза для своего скота шесть месяцев, шесть месяцев отсюда получается восемнадцать месяцев, которые Яков Абинов провел Суккот. теперь для Бейтеля остается шесть месяцев. Потому что еще раз говорю, изначальная цифра это два года, он тоже, он где-то еще два года должно быть, потому что должно быть Минак-Мегликминак 22 года Йосифа отсутствует, 22 года его папа отсутствует. Поэтому на остальную его стоянку Бейтель остается шесть месяцев, это все вместе дает нам два года. Хотя, если внимательно посмотрим чуть попозже, мы увидим, что скорее всего не полных два года Яков Абину даже по Седерламу приходит к своему папе во время второго своего года пребывания в Израиле. То есть не прошло целых два года, это можно будет увидеть потом. Так или иначе, я надеюсь, с шестью месяцами и восемнадцатью месяцами мы разобрались, проблем дальше не должно. Дальше разбираемся с последующим текстом. Текст нам говорит следующее. Вышел оттуда и родился у него Бенемин. Это, в принципе, Тори. происходило в течение вот этого второго года у мета Рахели. Умерла Рахеля, она умерла именно во время рождения Бенемина. Это тоже открыто написано в Тори. Поэтому это все происходило где-то вот в этот период. Убар, то есть день, который должен был быть самым счастливым днем его жизни, рождение его сына, стал для него мрачнейшим днем его жизни. Он потерял любимую жену. Баба Терекмета Ривка, в это же время умерла Ривка и двора, и кормилица двора. Тут у нас интересно, откуда мы знаем, что умерла Ривка. Тори этого не написано, Тори это скрывает, чтобы дать почет Ривки, так говорит Раши, потому что получается, любимый сын ее Яков отсутствовал, он не пришел еще к своим родителям, муж у нее слепой, Цхаковина он плохо видит, Эсаб с его непонятными сомнительными женами непонятно где, а ее похоронили, судя по всему, хитейце, который так пишет Раши, что бесспорно не особый почет для нее. Почет был бы, когда дети хоронили бы ее. Ну, вот так вот, как говорится, такая ситуация прошла, тоже трагическая. Когда она Якова видула, стимулировала, что он пошел для браха, результатом этого в итоге стало, что она его после этого больше никогда не увидела. Только очень. Любовь, зачем ты видишь меня? Окей, едем дальше. Тут вопрос, откуда мы знаем, что Ривка умерла в это время. Вот здесь интересная Драша. Для этого нам надо будет посмотреть в первую очередь в Тору. Вот там от двора Миннекет Ривка. Открыто в Торе написано, что там умерла кормилица Ривки двора. Раша объясняет, что откуда вдруг эта кормилица здесь появилась, у нас Ривка и должна быть от двора. Дело в том, что Ривка говорил когда-то Якова Вину, я пошлю за тобой, сигнал тебе послания, что ты можешь возвращаться, что уже все более-менее спокойно. И вот она ее послала, поэтому она в стане Якова находится. Она была похоронена ниже от Бейтеля, под деревом Яков назвал деревом плача. И где здесь видно, что умерла Ривка, мы это в принципе здесь не увидим. Единственная возможность у нас это если мы читаем и понимаем по-гречески. Дело в том, что на греческом языке слово АЛЛОН, точнее, правильнее вообще-то сказать АЛОС. АЛОС на греческом означает другой. АЛЛОН это винительный падеж от него мужского рода единственного числа. И это слово мы в принципе знаем АЛЛОН, допустим АЛЛОГРАФТ, те, кто знают эту медицину, когда берут костиль, какую-то ткань от другого человека, вот это слово другой, АЛЛО. Есть гомеопатическая медицина, когда лечится подобным ГОМЕО, ХОМЕО, вообще-то правильнее на греческом, но в русском языке все гакают, включая и евреи тоже в последнее время гакают очень сильно на еврейские слова. Гомеопатия, ГОМЕО это подобный, ГОМЕО, АЛЛО это другой, поэтому обычная, стандартная, традиционная медицина, как мы ее называем, называется АЛЛОПАТИЧЕСКАЯ медицина, то есть мы лечим болезни, то есть мы лечим тошноту не тошнотворным, рвоту не рвотным, как это делается в гомеопатической медицине, а мы лечим ее чем-то другим, АЛЛОПАТИЧЕСКАЯ медицина, АЛЛОПАТИЧЕСКАЯ по-английски, вот это слово АЛЛО, АЛЛОН, то есть если на госгреческого это перевести, получается, и он назвал его АЛЛОН БАХУТ, ДРУГОЙ ПЛАЧ, ДРУГОЙ ПЛАЧ, вообще-то другого, это винительный падеж, ну ладно, слушайте, не надо быть слишком презирчивыми. Конечно, это ДРОША, и для любого человека с головой должно быть понятно, что слово АЛЛОН, вот оно на греческом языке, и бесспорно в Торе не написано, просто ищется зацепка, чтобы передать вот такую скрытую информацию, и нашли вот эту зацепочку такую через греческий язык. Ну, если есть люди, которые вот считают, что Мошарамейн написал это таким образом, чтобы потом греческую это перевели, ну, дай Бог этим людям здоровья. Но это то, что называется АСМАХТА. И даже Раша не видит в этом Пшат, он видит в этом РЭМЕЗ, просто какой-то намек нашли зацепку где-то. Чтобы не остаться голословным, что вот Ка, мне скажут, что ты тут заправляешь, и АЛОН еврейское слово означает дуб, ты его взял с греческого перевел и так далее, как ты смеешь и так далее, я приведу Баришит РАБА, которая открыто говорит. Дай Мам Баришит РАБА, ВАТАМО ДВАРАМИНЕКИТ РИВКА, это, значит, 85, 81 глава, 82 глава, да, 82 глава, 81 глава, 5 раздел. И умерла двора кормилица РИВКИ, и назвали это место АЛОН БАХУТ, ДЕРЕВО ПЛАЧА, Раби Ишмаэль, сын Нахмана, сказал, ЛАШОН ЕВАНИТУ, это на греческом языке слово АЛОН, АХЕР, значит, ДРУГОЙ, как написано, что, АТШИУМИШАМЕР, ЭВЛА, ШЕЛЬ ДВОРА, он еще не закончил делать траур по поводу кормилицы, ВАЛИИДЕЙ, БЕСОРТАШИ, МЕТАЙМО, у него пришла новость, что его мама умерла, АЛОАЛЕЙНУ, АЛОУ, ДЕХТИВ, как это написано, следующая строчка и показался Всевышний Якову еще раз, вот это вот слово еще раз, почитайте, ВАИРАЙЛОГИМЛЕЯК, ЭЛЬЯКОВ, ОД, еще раз, когда он, при возвращении спада Нарама, ВАИВАРЭХОТА и благословил Всевышнего, то, говорит, Медражба, решит раба, ВАИВАРЭХОТА благословил его, МАУ БРАХАБЕРХО, что за браха, который он его благословил, РАВАХАТ имени РАБИО НАТАНА сказал БЕРКАТ АВЕЛИМ ДЕРХОНОВА, благословил благословением людей в трауре, то есть, БАРУ БАЯНАЭМЕ, наверное, Якова Вину сказал, он сказал АМАКОМАНОМАНОМАНОМАНОМАНОМАНОМАНОМАХАМЕХА, в общем, сказал слова УТЕШЕНИЕ, браха, УТЕШЕНИЕ, то есть, вот, еврейская традиция действительно интерпретирует, что Ревка умерла в это время, опять, это все на Седороламе основывается, здесь она просто более подробно разъясняется, и опять зацепка для этого АЛЛОН надо читать на греческом, для того, чтобы это понять. ОК, то есть, здесь, я думаю, с этим мы тоже с вами разобрались. Немца из этого видно, то есть, выводы могут быть, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет, а Леа не пережила 44 года. Еще раз, цифры, откуда эти цифры берутся, что Рахель умерла, когда ей было 36 лет. ОК, здесь мы с вами должны будем немножко обратить внимание на доску. ОК, Дело в том, что Яков Авино, когда он встречает ее у колодца, Рахель, пастушка, она выходит со стадами своих овец, и там вот как-то это он с ней встречается, то есть, она уже довольно взрослая, чтобы ей доверили пасти овец. И независимо, причем она без наблюдения старших идет, то есть, довольно, должно быть уже какой-то подросток, тинейджер, как говорит, более-менее взрослые годы. Хотя, конечно же, Никита Сергеевич Хруччев бастался перед американцами, что он с 4 лет работал пастухом в деревне, ну, наверное, нравы впада на раме были более скромны, чем в колхозах Украины. Как или иначе, давайте посчитаем, откуда берется ее возраст. Вот именно тот факт, что она независимо пошла пастушкой быть, вот он и выводит этот возраст. Ей должно быть около 15 лет. Якова Вину на ней женится. Вы меня скажете, откуда я взял эту цифру? Доктор Гугенхаймер тоже говорит, откуда цифру берется, что вот ей 15 лет, когда она во второй серии в Учку 2-3 колодца встречается с Якова Вином. Вот откуда. Дело в том, что это только мы должны предположить, что Ривка и ее тете было 14 лет, когда она Элиезера встретила. Не 3 года, как это заправлялось, говорилось точнее, а 14. Почему? И мы это доказывали, что это более аутентичная, скорее всего, традиция. Потому что Ривка там не пастушка, она воду просто идет черпать. Это функция, которая для человека более младшего возраста. А Рахель здесь, она уже пастушка независимая. То есть она должна быть старше Ривки. Насколько? Мы не знаем. Раз не знаем, значит, берем по минимуму. Если Ривка вышла замуж, у колодца встретила Элиезера в 14 лет, получается, Рахель должна быть насколько-то старше ее. Насколько мы не знаем, значит, добавляем минимум, а минимум это один год. Принц два года. После этого еще семь лет он за нее работал, получается 29. После этого он шесть лет работал, получается 35 и плюс один год в пути. То есть шесть лет после этого он вышел из-под анорамы, один год в пути 35 я изменяю здесь, ей и вот она, не дожив до 37 лет, умирает. То есть мы видим, что не полных два года Якова Виновова она умирает где-то в пути. В середине еще нету ей полных 37 лет и только 39 лет и сколько-то месяцев, которые округляются в данном случае. Вот откуда берется ее возраст. Ее возраст в принципе все вот эти цифры, которые мы добавляли, это цифры которые мы с вами вывели или как-то объяснили. Единственная цифра которая здесь у нас должна быть единственная цифра которая у нас здесь должна подразумеваться это начало 15 и это начало получается только если мы поймем что тетей ее было 14 когда она была в серии учку духовниководца а ей должно быть на сколько-то больше сколько не знаем на 1 понятно это не просто но если кто-то прослушает второй и третий раз я уверен больше вопросов возникать не будет с Рахель мы разобрались теперь мы читаем Леа не пережила прожила не больше 44 лет немцу Рахель Валиа получается что Рахель Валиа обе вышли замуж когда им было 22 года потому что они были потому что они были близнецами значит мы уже видели отсюда что Рахель получается 22 года дайте уберу что у Рахель 15 лет Леа и Рахель были когда я вышел домой через 7 лет он женился на одной через неделю на другой получается обоим было 22 года они были двойняшки откуда мы знаем что они двойняшки это еврейская традиция которая до нас дошла Мидраши и Талмуд об этом говорит что у Леа были слабые глаза потому что она их проплакала ей говорили что она станет женой Исаава в чем тут дело сказали что у Ицхака и Ирифки родились двойняшки родились Яков и Исаав и то же самое у Лавана с его супругой тоже родились двойняшки Леа и Рахель и значит тут из-за такой симметрии там два брата и две сестры они могут друг на друге пожениться и получится что вот Лея должна Исааву попасть потому что он старше она старше не надо нам удивляться что Лею называют Бахера Рахель называют Сиера старшая младшая хотя там между ними может быть сейчас разница у нас Якова и Исаава так же называют хотя они не думают там даже час разницы между ними была потому что один держал за пятку другого у нас в Талмуде мы такую же вещь видим в Талмуде у Равхизды у него есть двойняшки одного он называет Рав Кашиша Мар Кашиша это имя его то есть значит старший старый а другого Мар Янука значит маленький младший ну а между ними это было может сейчас разница то есть такие вещи еврейский язык еврейское определение лингвистическое допускают так или иначе вот теперь давайте разберем почему Лея не пережила больше 44 лет здесь здесь вот что для нас важно тут годы Йосифа для нас и тогда давайте посмотрим в Торе что написано про Йосифа точнее мы посмотрим в Торе и это хедуш доктор Угенхаймер никто из известных мне других комментаторов такие вещи эту вещь не подметил не написал доктор Угенхаймер это подмечает подмечает очень интересно посмотрите в следующей главе в главе Толудот будет написано и вот Толудот Якова Йосифу было 17 лет он пас сход своими братьями он проводил время с детьми Бильги и Зильпы жен своего папы Нашей Авит и Билга и Зильпа называются жены обратите внимание на этот термин если мы посмотрим немного до этого на не совсем приятную ситуацию когда Рахель умерла Яков Авину двигается по направлению к своему папе Рахель умерла написано и было когда вои бишкон и Сраэль и Берцаги когда Израиль жил в этой земле все половины пошел Рубен и спал с Билга в наложнице своего папы смотрите какая интересная вещь когда жива Рахель Илья мы здесь видим что когда умирает Рахель ее служанка называется наложницей в предыдущем месте когда Йосипу 17 лет и Билга и Зильпа называются жены а если мы посмотрим при встрече с Айсавом когда были живы и Рахель и Илья они называются шфахот служанки ватегашно а шфахот приблизились служанки и их дети и поклонились и по Ясэм это шфахот и поставил он служанок и их детей первыми то есть они когда существует и Рахель и Илья статус Билгии Зильпы служанки когда умирает Рахель статус Билгии становится пилегиш она уже не называется тоже служанка она где-то чуть повыше билгия а когда Зильпа так и есть служанка потому что ее госпожа жива а Билга не может называться женой потому что еще жива Лея но уже она не написана служанка ее госпожа умерла ее статус повышается называется она пилегиш то есть это уже больше чем служанка и когда Йосифу 17 лет у нас и Билга и Зильпа называются жены то есть это говорит нам о том что ни Лея ни Рахель живых уже нету это хедуш доктора Бугенхаймера так вот если Йосифу 17 и умирает до этого уже к этому времени умерла Лея мы можем рассчитать довольно неплохо ее возраст как мы это делаем давайте рассчитаем сначала возраст Йосифа и нам станет многое понятно Йосиф Йосифу было 6 лет тогда даже сделаем мы уже сказали что Лея и Рахель им было 15 лет когда я к Вабину пришел им было 22 года когда он на них женился Йосиф родился через 7 лет после этого кажется Леи как и Игмами Йосифа тоже было 29 лет когда Йосиф рождается Йосиф когда они уходят из Падана Рама Леи 35 лет здесь Йосиф рождается Йосиф 6 лет 2 года они были в пути правильно Йосифу 8 лет когда он приходит к своему дедушке Ицхаку Леи к этому становятся 37 когда Йосиф 17 лет 9 лет спустя Леи уже нет там у меня лагер где-то получается около 44 лет хотя если мы все-таки с вами предположим что этот год 2 года не пол наверное может быть легче получить 44 потому что так получается ближе к 45 если мы добавим сюда даже 46 лет тогда умер Йосиф когда ушел Египет Йосиф она умерла до этого согласно Халмуду она прожила 44 года в любом случае Тора не офисует когда она умерла просто постфактум Якова Авину говорит что он ее похоронил Марата Махпела так или иначе как мы видим довольно короткий промежуток времени Якова Авину в Израиле переполнен большим количеством мертвей родных близких вот так вот происходит про Лея и последнее то что говорится здесь в нашей недельной главе точнее в том абзаце Тедора Лама Якова Авину при своем папе служил 22 года это тоже довольно просто рассчитывается потому что Якова Авину если он был два года в пути опять неполных два года судя по всему Яков Авину приходит к своему папе когда ему полно 98 лет два года до этого если мы уберем или точнее полтора или сколько получается что где-то когда Якова Авину было 97 лет он вышел из Падана Рама и это минус 20 лет где он был у Лавана получается 77 лет как мы сказали в самом начале что ему было 77 лет когда он стоял у колодца вот где-то так получается что Яков опять ключевая вещь что вот эти два года проведенных в пути они скорее всего не полны тогда эти возраста получаются более-менее нормально 20 лет у Лавана год с чем-то в пути и получается что он пришел к своему папе когда ему было 98 лет сколько лет было его папе в это время Якова Вину разница его между его папой 60 лет получается если Якову было 98 лет то его папе было 100 лет разницы я наш праотец Хак которому вырос до 8 лет Якова Вину 98 Хак прожил 100 лет получается что 22 года Яков Вину провел вместе со своим папой и это бесспорно символично 22 года он отсутствовал у него и он эти 22 года компенсировал каким-то образом находясь рядом с ним и так все становится символично симметично и нормально при этом последняя вещь которая вам говорится что Йосиф был со своим дедушкой Ицхаком 9 лет вместе говорит Седор Лам и мы это в принципе тоже с вами можем довольно просто увидеть дело в том что Йосиф попал к своему дедушке когда ему было 8 лет а тогда ему было 17 лет он оказался в Египте получается что Йосиф смог со своим дедушкой пробыть только 9 лет на этом как говорится заканчивается наше сегодняшнее повествование наступило утро и Шахерезада прекратила дозволенные ей речи я желаю вам счастья и здоровья и до новых встреч в эфире не забывайте ставить ваши лайки ваши вопросы комментарии критические замечания и не забывайте посылать эту лекцию вашим друзьям которым она может быть интересна большое спасибо всего самого наилучшего с вами был барух и вам